Приветствую, друзья! На связи с вами Ольга Барабанова. И в этом видео я хочу ответить на ваш вопрос, какую книгу почитать. Недавно, совсем недавно для меня это был тоже очень актуальный вопрос, потому что у меня была просто стопка книг, которые у меня были запланированы для чтения книги, но я никак не могла среди них выбрать ту книгу, которую почитать, и у меня просто рука не поднималась, я вот на них смотрела, и я никак не могла выбрать. Поэтому я вам сейчас не порекомендую какую-то конкретную книгу, но я вам поделюсь, как всегда, своим опытом, рекомендациями, как выбрать, как определиться, как сделать выбор в пользу той или иной книги. Самый лучший, на мой взгляд, способ поделиться информацией – это рассказать свою историю. И таких историй у меня несколько, поэтому я ими и поделюсь, и, я думаю, они будут вам как раз максимально полезными, и вы сможете с легкостью после этого сделать выбор и взять именно ту книгу, которая вам сейчас нужна. Итак, этот год у меня начался как раз с книги, потому что у меня была стопка книг, которые я никак не могла определиться, с какой же мне почитать, какую мне почитать. У меня было много подаренных книг. Я всегда, когда бываю на каких-то книжных рынках, а тем более у меня он находится совсем неподалёку, я всегда себе приобретаю. Я знаю, что я ещё все книги не перечитала, которые у меня есть дома. У меня большущая эта библиотека, бизнес-литература, литература по личностному росту. Раньше в университете я увлекалась художественной литературой. В общем, что почитать есть, но всегда беру что-то новенькое, но стараюсь всё-таки читать. Так вот, в этом году у меня произошло, буквально 2-3 января, я захожу в интернет, и мне попадается объявление о книге. И следом за ним второе объявление. И я понимаю, что это те книги, одна книга, это книга по взаимоотношениям в семье, по взаимоотношениям мужчины и женщины. И мне эта тема сейчас очень интересна. Хотя вот эта стопка книг, которая у меня лежит дома, это более бизнес-ориентированная литература. Я понимаю, что она полезна, что она мне нужна, что она сделает одну из сфер жизни лучше. Но в этот момент мне попадается книга абсолютно другой тематики, и я просто сразу понимаю, что я хочу купить эту книгу. Следом за ней я вижу объявление о книге, которую я ее очень хорошо помню. Я ее рекомендовала своим самым близким людям. И около 8 лет назад, 8 по-моему, ну в общем 8-10 лет назад, под мой запрос, который мне был тогда актуальный, один очень хороший человек мне эту книгу порекомендовал. И я, соответственно, эту книгу себе приобрела тогда. Потом эта книга была у меня дома, я знала, насколько она полезна, я знала, какие вопросы она жизненные может решить. Это тоже была не бизнес-литература. И одной из своих хороших знакомых, я эту книгу благополучно сказала, «На, это тебе книга, она тебе поможет». И вот сейчас, когда мне эта книга попалась в начале января, я понимаю, что это то, что мне нужно. И я даже практически не надеялась на то, что мне ее подружка отдаст. Я на всякий случай у нее спросила. Но в этот момент я уже заказала в интернете вот эту свою вторую книгу. После этого, когда, значит, первую я как только получила, я ее прочитала взахлеб. Потому что это то, что как раз болит. Знаете, как мы делаем чаще всего? Болит нога, а мы читаем рецепт, там, как стать успешным. Или как построить дом в то время, когда у тебя болит зуб. То есть мы по рекомендации других людей, кто-то прочитал книгу, которая ему была полезна, она ему откликнулась. И он говорит, слушай, на, почитай. И книга тебе не дает той пользы. Она тебе в данный момент не актуальна, но ты ее читаешь просто потому, что ее кто-то прочитал. Так вот, я вам советую сейчас определить для себя, что где ваше самое, назовем его больное место, но это не самое больное место. То, что вам сейчас нужно, то, что вам откликается, то, на что вы хотите получить сейчас ответ. И именно в этом направлении начать искать книгу, которую вы хотите почитать. Когда я только начинала интернет-бизнес, у меня было свое видение, как я его буду развивать. И мой наставник в то время дал мне книгу. Говорит, на, вот это то, что тебе сейчас нужно. Я эту книгу открыла, первую страницу, вторую посмотрела, попробовала читать, пролистала следующие страницы, благополучно закрыла и убрала на полку. Потому что я поняла, что это вообще не то, что мне сейчас нужно. Это не мое представление, это не мое наболевшее место. И все, эта книга благополучно год пролежала у меня на полке. Прошел год, даже чуть больше. И у меня возникло искреннее желание узнать ту информацию, которая была в той книге. Как вы думаете, сколько мне понадобилось времени, чтобы ту книгу прочитать? Я ее открыла и буквально за сутки вторые я ее прочитала тоже взахлеб. Потому что всему свое время. И когда у тебя внутри есть запрос, когда у тебя есть вопрос, все, что тебе нужно сделать, это эту книгу, этот запрос, либо написать в интернет, либо задать человеку, который для тебя авторитет в этом направлении, у которого есть результат, у которого есть успех в этом направлении. Хотите счастливых семейных отношений, спросите у человека, который для вас является примером в счастливых семейных отношениях. Хотите зарабатывать больше денег, спросите у человека, который зарабатывает больше денег. Хотите лучшей коммуникабельности, хотите лучших развить навыки ораторского мастерства, спросите у тех людей, которые для вас авторитеты именно в этом направлении. Таким образом, они вам подскажут, какую книгу прочитать. И когда вам всё-таки попадается какая-то книга, она вас цепляет названием, она вам резонирует с тем, что у вас внутри, какой ответ вы хотите получить. Обязательно смотрите, чтобы эта книга была написана практиком. Знаете, недавно я была на тренинге, а сейчас очень модно на самом деле писать книги. И пишут книги все подряд. Вот вы завтра можете сказать, что, допустим, вы никогда не занимались рыбалкой. Но вдруг вы поняли, что вокруг, все вокруг интересуются рыбалкой и решили на этом деле заработать. Напишу-ка я книгу про рыбалку, возьму другую книгу, одну, вторую, третью, в общем-то, по оглавлению, составлю свою какую-то брошюрку и выпущу. И тут у вас ещё есть спонсор, который эту книгу продвинет. В общем, вот так поступают сейчас очень многие. Я была на тренинге, где как раз один из людей, в общем, он продавал свою книгу, при этом не будучи абсолютно успешным в том направлении, о чём написана его книга. Поэтому, когда вам срезонировало название, когда вам срезонировала тема, обязательно посмотрите, кто эту книгу написал. Является ли он профессионалом, является ли он практиком в том направлении, вот о чём он эту книгу написал. Если да, окей, значит, ставим галочку. Дальше смотрим оглавление. Отвечает ли оглавление на те вопросы, которые у вас есть внутри? Хотите ли вы эту книгу читать, чтобы вы завтра начали, а послезавтра её не бросили? Да. Если, опять же, оглавление вам подходит, окей, мы также эту книгу оставляем. Ну и всё, после этого остаётся выбрать удобный формат. Это будет аудиокнига, либо это будет печатный формат. Я, например, остаюсь фанатом бумажных книг. Мне это более комфортно, удобно. Я люблю бумажные книги. Если вам нравится больше книги слушать, то, значит, выбирайте себе аудиокнигу. В общем-то, на этом мои рекомендации по выбору книги окончены. Если у вас, возможно, есть какой-то наболевший вопрос, в котором вы хотите, давайте опять, не наболевший вопрос, если у вас есть направление, в котором вы развиваетесь, в котором вы хотите развиться, и если я также развиваюсь в этом направлении, то тогда задайте мне вопрос более конкретно. Какую бы книгу в таком-то направлении ты могла порекомендовать? И тогда я с удовольствием вам порекомендую, если также у меня будет опыт прочтения такой книги. Поэтому я вам желаю успешных поисков. Главное, услышьте себя, услышьте, какой внутренний вопрос. Не следуйте просто за ветром, не просто глупо следуйте за модой, а чувствуйте, что у вас внутри, то направление определите, в котором вы сейчас хотите что-то улучшить в своей жизни. И мы вместе с вами, если мы с вами двигаемся, либо вы хотите двигаться со мной в одном направлении, то вместе и будем развиваться. Что-нибудь я вам подскажу. Спасибо большое за внимание. На связи с вами была Ольга Барабанова. И успехов вам в развитии. Пока-пока.